В январе 2020 года президент Беларуси подписал указ об обращении с отходами товаров и упаковки, который направлен на решение проблемы перехода на экологичную упаковку, то есть на бумагу, картон и стекло. Поставлена задача сократить использование пластика в торговых сетях и организациях общественного питания республики. Это значит, упаковка товаров в магазинах постепенно должна становиться безопасной для окружающей среды и, соответственно, для здоровья человека. А одноразовая посуда должна уйти из общепита. В целях минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду создана межведомственная рабочая группа по изучению вопросов обращения с полимерной и неперерабатываемой упаковкой и подготовки предложений о поэтатном сокращении использования такой упаковки с замещением ее на экологически безопасном. Разработан план действий, который утвержден Советом министров. Чтобы произошли серьезные перемены, власть, бизнес и общество должны работать сообща. Прежде всего, нужно снизить и регламентировать выпуск одноразовых, неперерабатываемых пластиковых упаковки и посуды, а людям отказаться от их использования. Самая экологичная упаковка – это стекло, бумага и картон. При их переработке экономятся природные ресурсы и электроэнергия. В Лиде одним из первых магазинов, которые стали практиковать использование экологичной упаковки, стал дом торговли. Конечно, от полиэтиленовых пакетов и пэт-бутылок здесь полностью еще не отказались. Это будет проходить постепенно. Но уже сегодня увеличился объем напитков в стеклянных бутылках. Производитель тоже за экоупаковку. Есть возможность у покупателей упаковать в такую и все свои покупки. Приобрести бумажный пакет можно на кассах. Картонные упаковки используются и в кафетерии дома торговли. Кроме того, в продаже есть одноразовая посуда из картона. Кстати, такую производят на белорусских предприятиях. А вот тканевые сумки, которые, во-первых, экологичные, во-вторых, прослужат долго, а в-третьих, сейчас в моде, шьют на Лидской обувной фабрике. Экоупаковка – это, наверное, будущее нашей всей планеты. Поэтому мы, как предприятие розничной торговли, тоже идем в тренде с этими требованиями и работаем с поставщиками в плане поставки продукции, во-первых, в экоупаковке, во-вторых, можем предложить сегодня покупателям упаковку различного типа из бумаги в тканевом исполнении для того, чтобы минимизировать в будущем продажу товаров в упаковке, которая наносит вред окружающей среде. У нас предложение на выбор. Я думаю, что в скором времени мы все жестче будем переходить именно на этот тип упаковки. И сегодня главное, наверное, чтобы в умах наших покупателей, начиная от младшего возраста и заканчивая людьми, уже достигшим определенного возраста, появилось понимание необходимости применять вот именно данный вид упаковки. Может быть, она не такая к тому, к чему привыкли, будем говорить, но, тем не менее, наверное, в этом будущее. У нас есть сегодня и пакеты бумажные, и различные емкости. Есть сегодня сумки. Наш литский производитель пошел навстречу. Я думаю, что не за горами это и другие производители будут расширять свой ассортимент. И мы всегда будем рады предложить нашим покупателям экологичную упаковку с целью минимизировать последствия окружающей природе в товарах из пластика, полистирола и прочих синтетических материалов, которые не дадут нормально жить будущему нашему поколению. В организациях торговли и общественного питания особое внимание сортировки мусора. Отходы у них разные, но каждый вид должен быть собран и отправлен на переработку или полигон твердых бытовых отходов в соответствии с установленными документами в области обращения с отходами. В случае нарушения организация получит внушительный штраф. У нас на сегодняшний день отдельно идет сбор и стекла, и пластика, и бумажной, и пищевых отходов. То есть, эта работа у нас уже не первый год налажена. Вот. И на сегодняшний день разработаны соответствующие экологические паспорты, где у нас четко прописано, какие отходы, в каком объеме, куда мы их сдаем, где перерабатываем. То есть, у нас в этом плане уже не сегодня эта работа, а она уже налажена достаточно длительный период времени. Работаем мы на сегодняшний день с жилищно-коммунальным хозяйством, который к нам приезжает, раздельный сбор из контейнеров, которые у нас находятся на предприятии, забирают вторичные материалы. И, в общем-то, журналы ведутся соответствующим образом учета именно отходов, ну, в соответствии с тем экологическим паспортом, который у нас на сегодняшней предприятии есть. Отказаться от полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок в одночасье, конечно, сложно. Поэтому и проходить переход на экоупаковку будет поэтапно. Он затронет и промышленные предприятия, и торговые организации, и организации общественного питания. Придется пересмотреть свои отношения к упаковке и каждому из нас. Вместо того, чтобы использовать привычные пакеты из полиэтилена, лучше будет взять бумажную, либо же тканевую сумку. И это будет наш вклад в экологию. А с учетом того, сколько сотен лет разлагается пластик, вклад этот будет совсем немаленьким.